Уважаемые коллеги, представлю вашему вниманию доклад, который прозвучал на конференции на Куликовом поле. Садокладчиком является научный сотрудник Куликова поле Юрий Кулешов. У него вчера был день рождения. Я его от наших лица поздравил. Он сам не сможет присоединиться к нашему конференции. У них сегодня начинается полевой сезон. Поэтому пожелаем коллегам хороших находок при хорошей погоде. И сегодня, в общем, открытие сезона начинается планомерная работа. Сразу скажу, что доклад наш готовился совместно. И основную ружьеведческую часть готовил Юрий. Поэтому я, конечно, так хорошо выступить не смогу. Но я скажу, где можно посмотреть. И главные тезисы тоже озвучу. Сейчас пробую, что я там машиной пользуюсь. Видимо, не только. Ага, все, заработал. Хочу сразу сказать, что находка, о которой пойдет речь, была найдена в ходе охраны спасательных археологических работ на селище Кулуны ГИ-5, который изучается в северной археологии давно, планомерно. И хотя он открыт был в 96-м году селяниной, ныне директором Сугутского музея реведческого, но многие из присутствующих здесь провели там огромную работу по изучению этого памятника. Я думаю, что практически вся контора там поработана. Так или иначе имеет отношение к этому памятнику. И тем интереснее эта находка, потому что она выбивается из общего комплекса, за исключением, наверное, кольчужных колец, которые были найдены в межилищном пространстве, которые были в раскопках и Андрея Лукиных, и Михаил Сергеевич Раникулина, и Анна Юрьевна Скоробогатова видели в предыдущем, в ее докладе изображение четырех кольчужных колец. Вот, пожалуй, та находка, о которой пойдет речь, она связана именно с этими находками, выбивается из контекста керамического материала, вещевого комплекса, который был представлен в жилищах, комплексах. Вот раскоп номер 11, в границах которого был найден предмет. Здесь обведен шур 2020 года, который показал возможный культурный слой, то есть нарушение стратеграфии, на основе чего же было сделано предположение о том, что здесь находится культурный слой с предметами. На этом слайде представлен сам предмет, инситу. Сразу скажу, что он лежал буквально в 6 мм от края, вот и не был задет даже при раздерновке. Перед началом всех работ, вот именно нарезки, была произведена металлодетектор, мы прозванивали всю поверхность. Сразу скажу, что этот метод неэффективен, здесь стоял лагерь, и звенит там все. Там очень много было собрано. Они стояли в палатке на поддонах, но звенило все. Там очень много саморезов, гильз от сигнальных пистолетов, прищепки металлические. Поскольку это поверхностно все достаточно хорошо стоит, там и латунь есть, то звенит там все очень хорошо. Использовать металлодетектор практически невозможно. Поэтому тут тоже такой, может быть, методический момент, что весь металл, по возможности, надо собирать в одно какое-то место. Даже отвалы бесполезно прозванивать, и поверхность ничего не дает. Как я уже сказал, что в прорезании растительного покрова данный предмет обнаружен не был. Но уже при снятии растительного покрова ребята обнаружили, позвали, сказали, что там это какая-то познятиная железка. Железка непознятина, конечно же, это было определено изначально как фрагмент ламильярного доспеха. Ламильярный, поскольку пластинчатый, но уже вот Юрий Кулешов, который изучил фотографии, которую показал Георгий Петрович, Олег Викторович, сказал, что это не ламильярный доспех, потому что для этого отдельный термин. Но для этого термина тоже не существует типа вооружения. Это отдельный тип ранирования, который Юрий Кулешов выделил. Поэтому назвал это латные рукавицы. Является ружеведом, выдумывать термин не хочу. Но в отчет это вошло как фрагмент ламильярного доспеха. Вот здесь показана расчистка. Сразу скажу, что доспех буквально пророс корнями, поэтому мы его из растительного покрова вырезали. Вырезали скальпелями, ножами, но сон скальпелями. И там ситуация получается так, что был снят растительный покров на всей поверхности этого раскопа, выехавший на подзол. Кроме этого, доспех была произведена фиксация с его ин-ситу, потом он был снят и доснят растительный покров. То есть он не лежит на границе с подзолом. Я сразу хочу это сказать. Он буквально лежит в толще растительного покрова. Если вопрос, какая толще растительного покрова, она колеблется от сантиметра до двух. Примерно так. Буквально через каждое отверстие кольчужное было пророщено корни. Вот так он выглядит после зачистки ин-ситу. Как мы видим, предмет развернут, и вот он лежит, как его сбросили. Конструкция говорит о том, что данный предмет, а это именно бронирование, имело основу. Скорее всего, мягкую. Мы предполагаем, что это была либо стеганая, либо меховая рукавица, на которую накрепился. Ладно, но сразу скажу, что вот, извините, указки нет. Вот эта часть, выступ, она загибалась вот сюда. Вот здесь видим большой палец, он полностью перекрывал. То есть бронирование заходило сюда, и внутренняя часть оставалась незащищенной и свободной. Сразу отмечу, что, ну, вот посмотрим процесс съема, когда под саму рукавицу была подведена картонка, и уже снималась вот в таком виде. Сохран идеальный. Сохран идеальный. И вот видно, что после снятия там еще пятно растительного покрова сохраняется. Сразу же была произведена расчистка, удаление органики, и запаковано, чтобы резкое высыхание нельзя допускать металлических предметов, как и органики, значит, приводит к рассыпанию. Но удалить лишний, там, песок, загрязнение необходимо сразу. Потом он был запакован в картон, спечатан, убран в тень, чтобы высыхание происходило постепенно. Вот так он выглядит после расчистки. 123 броневых пластин, соединенные между собой кольчужным соединением. Обратите внимание вот на это повреждение. Это пробитие, след от пробития, ну, мы сначала предполагали пули, и после расчистки можно сказать, что оно имеет такую геометрическую форму, скорее всего, бронебойное наконечие. Что интересно, то есть, на этой фотографии не видно, пробитие в районе запястья, вот в этой части. Причем, воронка от повреждения, то, что промяло пластину, происходит из внутренней стороны во внешнюю. То есть, пробитие произошло руки в незащищенной части, и пробило броневую пластину. Я опять же прошу обратить внимание, что предмет найден в развернутом состоянии, что невозможно, если скинуть просто рукавицу. Мы предположили, вот вместе с Юлей рассуждали на эту тему, что, чтобы извлечь стрелу из ранения, рукавицу пришлось разрезать. И, собственно, она так и была брошена, с разрезанным основанием. То есть, она лежала вверх внутренней стороной, внешней стороной, получается, наружу. Еще обратите внимание, что по краям рукавицы находятся клепки цветного металла, которыми, видимо, данное изделие крепилось к меховой тканевой основе, для того, чтобы часть предплечья не загибалась и не сваливалась. Вот вторая заклепка. Всего их две находятся вот в этой части и сверху. И вот здесь реконструкция Александра Кухтерина, любезно подготовлена, в общем, экспресс, где показано, как эта рукавица могла выглядеть. Рукавица на правую руку. На правую руку. Как я уже сказал, что данная система бронирования изучена плохо, для нее терминов не найдено. И дальше мы переходим к аналогиям. Впервые на эту систему бронирования обратил внимание Юрий Кулешов. И он опубликовал свою статью по этой системе бронирования в сборнике «Военная археология», на которой, собственно, Кирпичников основал этот семинар, по-моему, в первом выпуске его статья. И дальше слайды идут из его презентации, его статьи 20-летней давности, когда он выделил этот тип бронирования, который не имеет аналогии. Здесь комплекс из Чечни. Обратите внимание, что здесь мы видим точно такую же систему бронирования, как бармица у Месюки. Но сам этот комплекс относится к эпохе Кавказской войны. Юра уже тогда в докладе говорил, что здесь использованы вторично предметы защитного вооружения из погребений более ранней эпохи. То есть здесь доспех состоит из предметов 17-го века, 14-го века, половец этой личины, которые просто были скомбинированы и, что называется, сляпаны уже доспех в комплексе 19-го века. Именно Юра тогда предположил, что данный элемент доспеха является вторичным использованием какого-то другого защитного снаряжения и заимствован из могильника, труднодатированного. Вот он здесь обратил внимание на эти треугольные пластины, которые абсолютно совпадают с пальцевыми пластинами нашей находки, которые натолкнули его на мысль о том, что это предмет совершенно иного защитного вооружения. Дальше я не буду зачитывать, где были найдены находки, скажу, что в заряде были найдены, больше всего найдены сейчас на территории Украины. К сожалению, очень многие находки аналогичных систем вооружения, они черными копателями найдены, и они вне контекста, что осложняет их датировку. Это тоже не раскопки, насколько я помню, это именно черные копатели с сайтов. И один из проблем это было, что это за система защитного снаряжения и как она датируется. Дальше пошли музейные предметы. Юрий еще в своей статье предположил, что данная система датируется 14-16 веком. Сразу скажу, что в полевой документации, в полевом отчете еще до нашей знаковости Юры примерно так же датировал этот доспех по находкам новгородских вещей, кольчужным кольцам, особенностью кольчужного соединения. И предположил, что в 17 веке вряд ли это именно период вот именно такого систематического русского освоения, поскольку снаряжение немножко меняется. И наши датировки с ним совпали. И вот то, что Анна Юрьевна сказала, что кольчужные кольца датируются 10 веком, такие кольчужные кольца датируются очень широким временем. И отличием являются только байданы с плоскими кольцами, которые датируются уже назначено 17-м, концом 16-го, 17-м и даже началом 18-го века. А вот что можно точно датировать, это крой кольчуг. Ну вот Максим Юрьевич был находкой кольчуги, вы их, конечно, сравните. Опять же, не оружие век, потому что это оружие веком. Вот крой кольчуги, да, он имеет датирование. Специально сейчас хожу по музеям, фотографирую всякие кольчуги разных времен. Обратите внимание, это доспехи, которые Юра нашел на сайтах разных торговых площадок, которые датировку тоже имеют совершенно разную, но система бронирования аналогична. У нас возник вопрос все-таки европейское, это происхождение такой системы бронирования или азиатское. Но вот поскольку больше всего археологически заверенных предметов относятся к Южной Руси, то это как раз вот период, скажем так, период золотоордынского ига. То есть это время 14-го, 16-го века, больше оно не встречается. Ту гипотезу, которую Юра выдвинул 20 лет назад в своей статье, она подтвердилась именно нашей находкой. Она дала целое изделие, которое говорит о том, что остальные предметы музейные, в том числе зарядье, чечнило, все, что было представлено, это тоже является латными рукавицами. Они имеют идентичную конфигурацию и размер пластин. И то, что он выдвигал в качестве гипотезы, этой находкой подтверждается. Еще раз скажу, что для этой системы бронирования отдельного термина, нет. И вот она была Юрией Кульшовой, выдвинулась как особый тип бронирования, но вот в одном из первых семинаров. Вот в этом на самом деле такое вот научное значение этой находки. Опять же, предмет найден вне контекста культурного слоя. Слоев, как уже было сказано, скорее всего является свидетельством какого-то сражения, периода с 14-го по 16-го века. И, видимо, кольчужные кольца являются именно к этому же сражению. То есть это нужно посмотреть по планеграфии, как кольчужные кольца распространяются в целом на памятнике. Вот. И изучать, что это такое. И сопоставить их, например, с кольчужными соединениями с этой рукавицей. Ее нужно отдавать в реставрацию, по-моему, ее передали в реставрацию. Программа подготовлена к передаче, к реставрации. Наиболее качественной сохранности аналогических предметов на сегодняшний день нет.